Доброго утра! Отличного настроения всем желает рубрика «По вашим письмам». Готовы поделиться с вами самой полезной информацией прямо сейчас. Сразу несколько одинаковых вопросов в адрес рубрики пришло от телезрителей. Все они касаются СМС-рассылки. Вот одно из них от Ольги Борисовны. В последний месяц на мой сотовый телефон в день приходит по 2-3 СМС-ки рекламирующих услуги такси. Скажите, что можно сделать, чтобы остановить этот поток? Ольга Борисовна и другие авторы вопроса, как оказалось, частично мы сами виноваты в сложившейся ситуации. Подписывая договоры на оказание услуг связи, мы просто не читаем их. В договорах же есть пункты, предусматривающие возможность подобной рассылки. Поэтому изначально вы должны сделать следующее. Изучить свой договор, изучить правила оказания связи. Если вы увидели, что вы поставили согласие с этими условиями, вам необходимо направить оператору связи уведомление о том, что вы отказываетесь от этой услуги. Отказавшись от этой услуги, вы не будете больше получать сообщения рекламного характера. Самое главное, чтобы у вас была отметка от оператора связи, что он такое уведомление получил. От Сергея пришел вопрос. Знаю, что существует закон, запрещающий делать уровень громкости рекламы выше уровня громкости самой программы. Почему закон не соблюдается? Сергей, такой закон действительно существует. Одна проблема – нет технического регламента. Кто и как должен производить замеры громкости и вести учет, пока непонятно. Соответственно, на сегодняшний день при наличии нормативного требования о невозможности превышения уровня сигнала рекламы над уровнем сигнала телепередачи, мы не можем никаким образом никуда пожаловаться и не можем, соответственно, установить факт нарушения. Я напомню, ответы на эти и многие другие вопросы вы всегда сможете посмотреть на сайте «Антимонопольная служба». Его адрес сейчас на ваших экранах. Присылайте свои вопросы и нам. Утро.собакрефей.ру электронная почта. 263300. Телефон вопрос оставляйте для абонента «Утро». Удачи в делах и отличное настроение. До встречи.